Одесская история с рухнувшей от жары лошадью, которая не выдержала 40-градусной жары и жадности своих владельцев, обернулась акциями протеста. Десятки людей сегодня требовали от местной власти соблюдения прав животных. И в этом их поддерживает новый закон, который на днях вступил в силу. Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. Новость о лошади, которая буквально рухнула от изнеможения в центре Одессы, всколыхнула интернет. Очевидцы рассказывают, животное, запряженное в карету, целый день катало туристов на 40-градусной жаре. Несколько часов небезразличные люди откачивали беднягу. Лошадь зовут Наташей. Ей 17 лет. Сегодня она пасется на лужайке у хозяев. Состояние удовлетворительное. Зоозащитники утверждают, в обморок животное упало, получив тепловой удар. Наташу эксплуатируют, причем в температурном режиме, который даже для крепких животных невыносим, без воды, изможденную для катания туристов. Хозяйка Наташи все отрицает. Говорит, в тот день лошадь вывели в город вечером, якобы для обкатки кареты. Лошадь спотыкнулась, упала. Естественно, под давлением кареты лошадь встать не может, потому что немножко это было с горки. Потом, когда люди думали, что у нее тепловой удар, пообливали все водой дом. Короче, площадка стала идеально мокрая, скользкая. История с лошадью переполнила чашу терпения одесских активистов. Полсотни человек пришли протестовать на Дерибасовскую, городскому департаменту экологии. Потребовали от чиновников конкретных действий, а не отписок в случаях жестокого обращения с животными. Тем более на днях ответственность за это усилили. Нарушителям грозит либо штраф до 5000 гривен, либо от 3 до 8 лет тюрьмы. Одесса без жестокости! Правда, есть и обратная сторона медали. По новому закону в Украине отныне запрещены передвижные зверинцы, как, например, этот в парке. Возникает вопрос, куда девать животных. Первое время волонтеры готовы разместить их у знакомых в приютах, как бы дальше не знают. Как часто к нам обращаются, а, так заберите их себе. Но у нас нет возможности, у нас нет в Одессе места, куда можно было бы их определить. Очевидно, властям придется искать выход из этой ситуации, а полиции усилить контроль за соблюдением новых правил. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Анастасов, Игорь Михаил.